Потрясающий день и потрясающая программа «Мое утро». Сегодня ее проведу я, Дарья Волошина. 21 век. Эпоха нанотехнологий, хай-теков и инноваций. В скором времени можно будет уединиться разве что на Альфа-Центавре. А вот в Тасмании люди придумали место, где можно проводить время без машин и сотовой связи. В городе Хобарт, что в австралийском штате Тасмания, как и во всем остальном мире, люди погружены в свои телефоны. Многие не выпускают из рук гаджеты, даже будучи в цветущем парке. Именно поэтому городские власти решили, что местным жителям нужна так называемая цифровая детоксикация. Они решили создать слепые зоны, где не будет мобильной и спутниковой связи, а также будут недоступны Wi-Fi и Bluetooth. «Это было бы здорово. Люди перестанут бесконечно говорить по телефону, а будет настоящее человеческое общение лицом к лицу. Полное присутствие здесь и сейчас». Места для таких зон планируют определить в ближайшие пять лет. «У нас же есть места, где нельзя курить. Да и вообще, когда кто-то разговаривает по телефону, другим это может сильно мешать. Есть магазины, где просят не говорить по телефону. А в парке просто не получится насладиться уединением и умиротворением». Также в планах городского совета сократить количество машин на дорогах. Местным жителям предложат чаще ездить на велосипедах. Поощрять будут дополнительными бонусами в зависимости от длины проделанного пути. «Это будет здорово. Едешь и одновременно занимаешься спортом. Что может быть лучше? Мы постоянно говорим о загруженности на дорогах. Во все дни недели. Но всё-таки главное не трафик как таковой, а то, что его создаём мы сами». К слову, план по цифровой детоксикации в городском совете приняли единогласно. Любимое блюдо для готовки у моей бабушки – это пироги. А у мамы макароны. Почему бы не объединить эти блюда в одно? КОНЕЦ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Мамочкам в декрете, скорее всего, поможет переключиться с дурных мыслей, выход на работу или смена обстановки. Заботьтесь о себе. Недосыпы, неправильное питание и хроническая усталость – идеальная почва для зарождения страхов и тревоги. Поэтому возможно, что причина ваших беспокойств кроется именно в физическом напряжении. Научитесь вовремя откладывать в сторону домашние дела и не принимать близко к сердцу рабочие проблемы. Чаще балуйте себя расслабляющими процедурами. Кстати, отличный способ прийти в себя – это фитотерапия. Травяные чаи из мяты, ромашки и корни валерианы прекрасно снимают стресс и возвращают спокойствие. Не бойтесь обращаться за помощью. Иногда страхи не просто доставляют нам неудобства, а по-настоящему мешают жить. Например, один из самых сильных страхов за ребенка – это страх его смерти. Если в его основе у родителей лежит негативный опыт или этот страх становится фобией, то справиться с ним самостоятельно будет практически невозможно. Единственный выход – это обращение к психологу, который поможет решить эту серьезную проблему. Визуализируйте счастливое будущее. Наши мысли материальны, и для мам, испытывающих страхи за своего ребенка, это отличный повод начать мыслить позитивно. Почаще представляйте себе в деталях вашу семью и, особенно, вашего ребенка в будущем. Каким он будет, когда вырастет, чем он будет заниматься, как вы будете проводить свободное время. Это не только заложит в подсознание положительную установку, но и окончательно вытеснит дурные мысли. Примите свой страх. Иногда, чтобы избавиться от страха, нужно просто принять его. Ведь страх – это защитный механизм, продуманный природой, и сигнал, что необходимо принять меры, чтобы избежать беды. Боитесь, что не уследите за ребенком? Тогда максимально обезопасьте пространство дома. Или думаете, что не сможете оказать первую помощь в опасной ситуации? Научитесь этому. Это не только успокоит вас, но и действительно может когда-нибудь помочь в критический момент. Первоначально в Японии роллы считались едой бедняков. И это неудивительно, так как они готовились из самых обычных ингредиентов. Сейчас же традиционными роллами никого не удивишь, и су-шефы предлагают иные рецепты. Хочу поделиться с вами своим любимым вариантом сладкого перекуса. Нужно взять бездрожжевой лаваш, намазать его арахисовой пастой, посыпать кокосовой стружкой и положить в банан. Сразу хочу отметить, что арахисовая паста и правильное питание абсолютно совместимы. Главное, чтобы в составе ее не было лишних ингредиентов, например, сахара, либо заменителя жира. И также бывают пасты с добавлением различных семечек, либо орехов. Такие нам тоже отлично подходят. А вообще арахисовую пасту лучше готовить самостоятельно. Для этого нужно обжаренный арахис измельчить в блендере и добавить немного воды. А для любителей послаще можно использовать любимый сахарозаменитель. Я кладу в ролл и банан, но вы можете использовать другие фрукты для начинки. Главное, это не экспериментировать с лавашом. Всегда внимательно изучайте его состав. Он должен быть минимален. И никакого сахара и дрожжей. Приступаем ко второму варианту. Это будут кексы с сухофруктами. Для их приготовления можно использовать овсяную, либо любую другую цельнозерновую муку. Я же обычно беру геркулес и перемалываю его в блендере. Овсяная мука у нас готова. Добавляем к ней очищенную грушу. Посыпаем корицей. Добавляем творог, одно яйцо. И делаем контрольное перемешивание. Сейчас мы режем сухофрукты. Затем выкладываем половину теста в силиконовые формы. И добавляем финики и курагу. Я добавляю всегда их по отдельности, чтобы кексы получились разными вкусами. Затем закрываем кексы второй половиной теста и отправляем выпекаться. Если вдруг у вас нет блендера, то овсянку можно предварительно запарить кипятком. А грушу просто натереть на терку. И просто перемешать тщательно все ингредиенты. Ну а у нас все готово для выпекания. Отправляем в духовку на минут 20-25 при температуре 200 градусов. И переходим к следующему перекусу. Ну и еще один очень простой и вкусный вариант – это микс на шпажках. Уверена, что ваши друзья и коллеги будут с аппетитом смотреть на такой перекус. Микс с куриной грудкой поможет по-новому взглянуть на надоевшие продукты. А вариант с фруктами и сыром будет отличным десертом кофе. Все три перекуса готовы. В очередной раз мы доказываем, что все гениальное и полезное просто. Конечно, если вы стремитесь похудеть, либо нарастить мышечную массу, ваш перекус обязательно должен быть сбалансированным и вписываться в ваши КБЖУ. Поэтому не ленитесь и достигайте своих целей вкусно и с умом. Актуальная проблема для большого количества людей – гусиная кожа. Дерматологи утверждают, что справиться с этой косметической головоломкой можно довольно простым способом. Когда мы испытываем страх, волнение или чувствуем холод, на нашем теле появляются мурашки. Такая сыпь на коже возникает от испытываемых эмоций или смены температуры. Поэтому она не несет причины для беспокойства. Но если мурашки не проходят длительное время, есть повод задуматься о том, почему они появляются и как от них избавиться. Именно этим вопросом и посвящен наш сегодняшний выпуск. Гусиный недуг происходит из-за сухости кожи и недостатка таких витаминов, как Д, А и С. Чаще всего сыпь проявляется на ногах, руках и ягодицах. Это может стать проблемой для многих женщин летом, когда хочется носить открытую одежду и выглядеть привлекательно. Чтобы избавиться от ненавистных пупырышек, необходим комплексный подход. Вот какие меры мы советуем предпринять в борьбе с гусиной кожей. Совет номер один. Подружитесь с баней и сауной. Пар и горячая вода разогревают подкожный слой, стимулируя кровообращение и раскрывая поры. Во время банных процедур не забывайте пить минеральную воду. Чтобы побороть гусиный эффект, используйте скрабы или соляной пилинг, которые отшелушивают роговевший слой и придают гладкость коже. Совет номер два. Делайте увлажняющие обертывания. Гусиная кожа нуждается в увлажнении, поэтому порадуйте ее обертываниями с виноградом, клюквой или шоколадом. Также возьмите за правило растирать участки гусиной кожи любым увлажняющим кремом, в состав которого входит витамин А. Проделывать такую процедуру можно два раза в день, утром и вечером. Совет номер три. Делайте питательные примочки и используйте натуральные масла. Не забывайте делать компрессы на мурашчатые участки кожи. Такие примочки разглаживают кожу. Их можно сделать из густой слизи льняного семени, картофельного крахмала или замоченных овсяных хлопьев. Также для лечения подойдет сок алоэ и маска с добавлением прополиса. Благодаря таким процедурам кожа будет ровной, а предательские пупырышки вскоре исчезнут. Совет номер четыре. Проводите очищающие процедуры. Еще один метод – глубокое очищение содой. Просто добавьте порошок в гель для душа и разотрите им кожу. Не забывайте, что любой выбранный комплекс по уходу за кожей должен стать регулярным. Только в этом случае гусиные мурашки исчезнут, и кожа станет гладкой. Совет номер пять. Побалуйте свою кожу медовым массажем. Массаж при помощи меда способствует предварительному разогреву и улучшает впитываемость, за счет чего в кожу начинают активнее проникать питательные вещества. Совет номер шесть. Полюбите спорт. Сидячий образ жизни зачастую оказывает негативное воздействие на состояние кожи. Избавиться от эффекта гусиной кожи на ягодицах поможет фитнес. Физическая нагрузка улучшает приток крови и лимфы к тканям. Привести кожу в порядок помогут приседания с различной амплитудой движения и ходьба на ягодицах. Совет номер семь. Правильно питайтесь. Нередко проявление мурашек на коже является следствием нарушения обмена веществ. Отсутствие должного питания и вредные перекусы нарушают состояние эпидермиса. Чтобы улучшить состояние кожи, питайтесь регулярно и соблюдайте водный баланс. Надеемся, наши советы будут вам полезны. Спасибо за просмотр и помните, вы прекрасны, а мы только помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту. Жизнь без сигарет. Зло или благо? Каждый сам отвечает на этот вопрос. Но на сегодняшний день все большее количество людей выбирает бестабачное будущее. Если вы хотите бросить курить, но не знаете, с чего начать, то это видео для вас. Составьте список причин, по которым вы хотите отказаться от сигарет. Это позволит вам лучше понимать свои намерения. Возвращайтесь к этому списку, когда возникнет желание покурить. Могут появиться головные боли, тревожность, депрессия, ощущение напряжения или беспокойства, повышение аппетита и проблемы с концентрацией внимания. Точная дата сделает ваш план более четким. Лучше выбрать день, который наступит не ранее, чем через две недели. Это даст вам возможность подготовиться. Подумайте, хотите ли вы сразу отказаться от сигарет или постепенно уменьшить количество потребляемого никотина? Что вы будете делать, когда у вас возникнет желание закурить? Попробуйте съесть что-нибудь не очень калорийное. Изюм, сушку, жевательную резинку. Выбросьте пепельницы, сигареты и зажигалки. Постирайте одежду, чтобы избавиться от запаха сигарет. Выспитесь, так вам будет проще справиться со стрессом. Друзья и члены семьи окажут вам поддержку в этом нелегком деле. Расскажите им о своих целях, попросите не курить в вашем присутствии и не предлагать вам сигареты. Не отступайте от своей цели. Продолжайте следовать плану, даже если не все будет идти гладко. Сегодня программу «Мое утро» провела я, Дарья Волошина. Пусть даже в самый дождливый и холодный день на вашем лице будет всегда улыбка. И не переключайтесь, сейчас мы будем смотреть мультики. Субтитры сделал DimaTorzok